приятного времени и препровождения с вами как всегда козел альпийский сегодня я засниму как мы будем лить с вами кентавров вот такой кентавр совершенно замечательный сделан из множества деталей туловище животного слеплено мной то есть это не взят никакой скакун это я все слепил из пластилина торс голый торс взят от какого-то кельта или кого-то ирландца что-то такое фантазийного как и голова и рука вот эта голая рука сабли и от сарацина щит тоже от кельта или какого-то ирландца викинга не суть но основное здесь это вот это туловище почему вот и давайте второго рассмотрим нем несколько разных форм тоже самодельное туловище такое видите я сделал более узким то есть не туловище боевого скакуна а туловище такого поджарого достаточно зверя почему я не стал брать какого-то скакуна 28 миллиметров или из набора какого-то типа животные африки не стал брать зебру по одной простой причине например резиновые звери начнем с них вот форма начинаем пока я говорю лить кентавра льем его слаб зебры или какие-то мустанги они по масштабу во первых не очень подходит очень долго искать такие наборы во вторых сейчас такие наборы ну каких-то нереальных денег стоит тоже рублей под 500 ну конечно так-то это не очень большая сумма но все же зачем покупать набор грубо говоря детских игрушек где кроме торса торсов зебры до туловище зебры тебе ничего больше не нужно куда и потом девать выкидывать или искать какую-то семью с ребенком дарить этот наборчик но я не вижу смысла так заморачиваться да у меня у самого уже такие наборы были я покупал ради других животных совершенно которые мне нужны были и мы сами обязательных отольем в частности это был тигр еще какой-то хищник там по моему было акулы я копировал всяких других тоже но крабов копировал черепах вот вспомнил но вот именно зебра и прочее оленя еще кстати копировали то ли оленя то ли лося не помню рогатого зверя какого-то но вот скакун и по масштабу не подошел и по форме он был такой очень толстозадый в моем понимании у кентавров все-таки задница не должна быть такая толстая он все-таки не тягловый тяжеловоз он все-таки ну как бы разумное создание поэтому у него строение должно быть ближе к собачьему потому что он же не травоядный он такой ну всеядный как человек но опять же мое мнение делаю кентавров под свой бэк потому что вроде как вархаммере кентавров нет там есть сантигоры это зверолюди они выглядят как ну вот как козел торс человека козла плюс многие от какого-то зверя там такие трехпалые страшные как у ящериц именно кентавров там нету отлили мы с вами торс кельта значит попросили меня поподробнее рассказать про такой блин а в отдельное видео не хочется его выносить почему меня отдельно заформованы столько сабель ну просто потому что сабля на очень крошечная видите это маленькая деталька такая совсем то нас много длиной ведь маленькая маленькая сама сабли тоже чутка длиннее и делать таких деталей много форм таких просто запаришься их выискивать потом и хранить их тоже россыпью где-то или в какой-то не знаю в колбину я не лично не буду так делать сразу заформовав такой блин лишая решаешь кучу проблем и отливать удобно уже попробуй подержи в руках такую маленькую детальку все-таки когда полимер только-только вот отсюда выходит из носика экструдера вот отсюда он очень-очень горячий и как бы обжигать себе кончики пальцев ну такое удовольствие опять же такой блин он когда льешь просто пальцем с обратной стороны вот так держишь проливаешь можно гнуть что полимер распределялся там внутри и да и хранить такой блин очень удобно теперь черчхела с головами здесь головы всяких русичей сделаем мы с вами такого кентавра в кольчуге это как мне объяснил мой друг один что такие головы они да что ж такое заросла народная тропа головы они подходят и норманом каким-то там и крестоносцам то есть там кольчужный такой капюшон ну посмотрим мы с вами если отольется хорошо и он подходит там на всякое среди на средневековье на фэнтези на все короче подходит хочу кентавра такого с бронированной башкой пока мы с вами отольем ему щит я уже несколько раз показывал как я лью щиты вот такая вот форма тоже плоская здесь левые руки то есть здесь правые руки с саблями здесь левые руки голые есть рукодержащие не знаю там патронтаж патроны болт арбалетный стрелу чего угодно можно сделать такая рука у меня это тоже все сарацены но я их называю сарацены набор в наборе было написано afghan warriors что за afghan warriors вот не знаю по мне афган слове afghan warriors представляется совсем другие ребята не сарацены тем временем вот такая вот подставочка у меня используется под кентавров все она уже отлилась высохла я не очень люблю лить подставки в кадре буду стараться подставки отливать отдельно туловище человечка у нас отлилось туловище человечка у нас уже высохла здесь у него . на плече можно было бы его форму запихать но мы ему просто вот так вот капнем сюда и пригладим будет рельефная мышца такая совершенно это нормально выглядит со стороны руку ему поднимем вверх вытянем сторону значит смотрим вот так вот кстати я разговаривал помню с одним человеком у меня спрашивал оказалось как и я любитель серии свитков в частности но любители серии свитков особенно 4 части до oblivion а сразу узнали вот этого противника в кадр бьет тебя рукой безголовый зомби в подземельях имперского города и вообще в аллейских руинах вот так вот он выглядит собственно так я и собираюсь сделать зомби вот на основе этого торса ног я приобретал этот набор но тем не менее вот этот голый торс используется заодно и к кентаврам отрезаем мы как видите здесь вот как бы туловище скакуна и пояс у него то есть знак статусности поэтому мы отрезаем не по кожу а вот именно вместе с этим поясом вот так вот вы когда будете себе делать можете делать как хотите я вот решил для себя сделать именно так что кентавра все-таки какая-то или мне какой-то элемент одежды быть должен иначе будет очень скучно будет совсем варварский а так видите я у него не голую руку приклеил а тоже с рукавом то есть как бы на нем какой-то элемент одежды есть это не не полный дикарь не чудик такой из леса типа мистер шакала так смотрим значит что у нас со скакуня чем телом это лапа нормально говорят что нельзя говорить к скакунам преимущественно лапы говорят ноги ничего подобного это зверь то что это как бы скакун домашнее животное ездовое этой не не перестает от этого быть зверем а его ноги от этого не перестают быть лапами и как бы не надо себе запреты какие-то видеть какой здоровенный не пролив типа говорят что вот у копытных животных нельзя говорить лапы говорят только ноги но ничего подобного я например по своих зверей говорю лапы застряла лапа могу сказать и нога могу сказать и рука я на автомате передние конечности называю руками неважно чья не у лягушки у козла там не знаю обезьяны все равно я буду называть передние конечности руками у меня так повелось я знаю что не я один знаю что есть люди наоборот все конечности называют лапками то есть вот и люди людей лапки бывает тоже так говорят куда ты лапки свои суешь причем совершенно как бы не в игривой манере не как маленькие дети которые играют привычка такая все лапками называть поэтому человек ну не лукавит как как когда говорит что-то он это делает на автомате просто привычка такая ничего там плохого нет как и в том что передней конечности можно называть руками извлекаем и туловище скакуна извлекаем хвостик вот такой да будет еще отдельно видео как-нибудь потом когда я закончу будут единороги пегасы но не те которые my little pony я не шарю в этом сериале если что и как бы не претендую на это фантазийные единороги пегасы вот эти все у меня это одни из основных противников и пегасы единороги моей вселенной злобные генетические такие твари выведены ангелоидами изменяем и хвости к этому кентавру делаем ему здесь вот я например не изменял сделан хвост лопатой такой в щетинившийся но сохранил оригинальную модель но больше так делать не буду вот ведь вот эта нога у него здесь была подогнута здесь мы оставим его в сторону даже давайте ка ему еще побольше ножку согнем вы когда будете лепить если будете лепить туловище скакуна лепите ему просто ноги вперед вытянуты если что допустим надо в копыть в этом вот здесь вот запястье вот этот человека запястье у зверя вот она вот это якобы коленка это у него на самом деле запястье так вот в этом запястье можно согнуть уже готова модель могут это вытянем вперед вот это наоборот назад и подогнем чтобы вот эту снивелировать лапу ну вот все тут дальше хребтина видите немножечко такая получилось сместилась чутка форма ничего страшного там нет у диких животных посмотрите если не верите у диких сакунов напишите в интернете тарпан тарпан дикий конь вот так вот у этого тарпана у него сквозь весь хребет идет такая грива тоже она не такая длинная как у ну как на шее даук скукунов обычных но вот она у него есть и у кентавра в принципе тоже она может быть начинаем и они не начинаем давайте посмотрим как там наша голова нашего нормана в капюшоне вот она эти пролилась неплохо шлем давай не хочется маска вот пролилась кольчуга бармица держал голове это слово бармица звучит как имя какого-то типа чешка чешского пивовара пан барни бармица приклеиваем голову да блин приклеивайся пан бармица теперь давайте приделаем саблю я лишний раз повторю что я очень люблю саблю как оружие я сам в детстве учился владеть холодным оружием с помощью сабли сабли была со мной все детство всю юность это мой любимый вид оружие холодного и солдатикам всегда я приклеиваю саблю я не люблю не мечи не какие-то кинжалы саблю очень люблю и по возможности и всем приклеиваем вот такой у нас получился кентавр знаете легенда была такая болгарская бой королевича с кентавра сам и там вот такой был король королевич славянский доспехах и кентавра тоже был славянских доспехах вот у нас такой кентавра получился болгарский или чешский я уж не помню какая-то сказка такая средневековая прикольная я как-то больше по скандинавскому я пасу не не по не по славянскому вот такой у нас получился стоять то нам не будет не стоит ногу видеть его наперли мы там она стоит остался у нас чё сейчас уберем от все королевич запинал кентавраса правильно люди покажут этим зверям если чё у меня мои по бэку по моему кентавры они на стороне фей на стране эльфов сразу после сатиров идут вот такой вот щит щита тоже от ирландца то есть если что вот эта вот рука голенькая на повод под вот этот щит как раз производителем было задумано вот такой получился нас кентаврас с саблей ему можно приделать еще какую-то шкуру в качестве трофея звери на на спину можно не знаю еще какой-нибудь я почему еще сам лепил этот торс чтобы не было ну седла на нем каких-то еще сбруи какой-то потому что нечаянно капнула готова даже зачем как бы кентавру ему все это сбруи и прочая фигня она ему не нужна ну как бы свободный но если вы конечно не планируете что на нашем кентавре еще будет ехать пара хоббитов тогда можно что-то уже думать а так вот сравниваем вот с этим роста такого же я боялся более рослый получится но нет как вот такая вот форма скакуна вот здесь вот уже другая форма сравниваем тоже очень похоже получилось такой вот дядька вот эти дядьки у меня чисто греки посмотрите прям геродот и ротосфен бородатые такие чернявые классные греки прям греки греки специально таких делал ну потому что ну во первых кентавр из греческих легенд во вторых у меня эльфы это тоже греки там не греческие слова греческие названия и кентавр тоже имеет право быть греком а этот уже такой славянский получился славянско-нормандский на этом все с вами был козел альпийский до новых встреч всем пока